Эта тушенка пролежала в пруду два года. Как-то пригласили меня на охоту. Я первый, первый на месте. Все сложилось удачно. Привез мясо лося. Решил сделать тушенку. Больше недели изобретал и сделал 20 банок. Места в холодильнике мало. Попробую-ка сохранить ее на дне пруда. Через год половину достал. Открыл. Отсюда пахнет. Аккуратненько. Вось? Вось. На крышках с внутренней стороны пятна. Одна банка испортилась. Огорчила. Время неумолимо мчалось. И... И есть что вспомнить. Оп! С момента погружения на дно пруда прошло два года. Ну, это здесь. Ух! Так, что тут у нас есть? Ох! Где у нас глубина? Наверное, там что-то тащу. Ох! Есть! Вот оно. Сейчас прополоскаю и буду разбирать. Туду. Туду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, вроде ничего. Ладно, это мы сейчас домой принесем, отмоем. Визуально тушенка в целости. Ну, откроем, посмотрим. Почему в банке опустил пруд? Ведь есть другие же традиционные способы. Да, конечно. Однако не у каждого есть такая возможность. Наверняка слышали, некоторые садоводы и огородники таким образом хранят закрутки в колодцах. Ну а я решил на дне пруда. Стабильная круглогодичная плюсовая температура на дне пруда от 1 до 5 градусов отлично работает на сохранность продуктов. В погребе таких условий вряд ли добиться, хотя смотря у кого какой погреб. Это не говорит о том, что я постоянно так храню. Во-первых, готовлю тушенку крайне редко, а если делаю, то сразу на 2 года. Во-вторых, экономят место в условиях домашнего хранения заготовок. Ну и в-третьих, просто хотел испытать как вариант хранения. В этот раз под крышками пятен нет, видимо растворились. В одной банке запах не понравился, выкинул. Остальные все, все продегустировал. Прошла неделя, жив. Освободил все банки, высыпал в кастрюлю. Содержимое довел до кипения, остыло. Разложил по одноразовым баночкам и в морозилку. Теперь беру из морозилки тушенку и добавляю, куда душа пожелает. Думаю, если банки закатывать, а не закручивать. Например, как эти огурцы и смазывать солидолом, то сохранятся дольше. Только так упаковать, чтобы солидол не портил воду. А это будет следующим моим шагом. Всем по ящику тушенки здоровья и добра. Пока. Развод разгадывал. Медведь растет на елках. Я думал, думал, полчаса, наверное, ходил. Потом, ду, блядь, лапа. Лапа.